Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тюньфам и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось сделать обзор своих последних покупок в Ивроше. Наверное заходов было 2 или даже 3. И я разделю видео на 2 части. В первой части я вам покажу декоративную косметику и духи. Во второй части мне бы хотелось больше рассказать о уходовой косметике, больше даже гели для душа. Начну я наверное все-таки с духов, потому что их будет у меня только один флакон. И это черная ваниль. С этим ароматом я уже знакома наверное года 2. И когда он у меня закончился, я решила купить его снова. Аромат на любителя. Я люблю ваниль. И здесь 3 разных ванили входят. Я вам прочитаю состав. Итак, сюда входит бургундская ваниль, ваниль Таити и Уганды. Эфирные масла мандарина, кедра, абсолют мимозы и флюор д'оранж, то есть цветы апельсина. И все, больше ничего нет. Но мы действительно чувствуем явную ваниль. И эта ваниль, она более такая густая, очень насыщенная густая ваниль. Мне этот аромат нравится, конечно, иначе бы я его не покупала. Но, как я говорю, это аромат на любителя. Для меня это именно зимний аромат или вечерний. И на мне зимой он совершенно по-другому раскрывается, чем в более теплое время. В более теплое он может чуть-чуть удушить. А вот зимой это то, что надо. Следующий продукт, который я вам покажу, это будет такой вот биби-крем. По Парфет 6 в 1, то есть идеальная кожа. В оттенке Light, светлый. Что я люблю вообще в биби-кремах, то, что они натуральные. То, что они дают такой прям как очень натуральный эффект. Я редко вообще, когда наношу тональный крем, в основном на вечерние макияжи или так по случаю. Если уж наношу, то время от времени это биби-крем. Итак, приступим. У него есть как плюсы, так и минусы. Начнем с упаковки. Довольно приятная упаковка. Как они пишут, что он на 90% натуральный. В нем экстракт белого чая и он светлый. Это, конечно же, большой плюс. Вот как выглядит крем. И вот цвет. Я его сейчас нанесу. И он дает, ну, просто покрытие более чем натуральное. Я бы, вот моя рука без и с ним. Я бы даже сказала, что это увлажняющий крем, где чуть-чуть, чуть-чуть есть вот какая-то вот подсветка. Текстура очень приятная. Легко наносится. Запах тоже очень-очень приятный. Но я бы сделала его менее заметным. Я бы сказала. Но он очень приятный, быстро выветривается. И ради также эксперимента я нанесла на пол лица. Я нанесла биби-крем и пол лица без биби-крема. Чтобы вы просто увидели разницу с ним и без. Как я сказала уже, что очень прям практически ничего не заметно. На лето я бы сказала, что идеально. Даже сейчас можно время от времени его также наносить. Думаю, в совсем холодную погоду нет. Его большой минус в том, что если у вас вдруг какие-то шелушения, он их вмиг подчеркивает. И даже если у вас их нет, но уже прошло, скажем, 5 дней или неделя с дня последнего вашего пилинга, то у него даже есть такая вот хитрость, что он вам подложит свинью и даже подчеркнет или сделает шелушение. Поэтому да, это его минус. У вас всегда должно быть идеальное лицо, если вы его наносите. И также мне хочется вам показать вот такой вот сияющий флюид для лица. Он наносится под макияж или даже вместо макияжа. Мне этот бородку, честно говоря, понравился. Очень удобно, что у них помпа. То есть он у вас вот так вот стоит. Крышечку, когда мы открываем, то здесь удобная помпа. И вот он. Нет никаких блесток, нет никаких там, я не знаю, чего. Это действительно прям такое очень красивое сияние. Какое-то вот сияние изнутри. Для жирной кожи, я думаю, этот продукт не подойдет. Оно у вас, наверное, и так сияет. А вот там для нормальной кожи, то дает очень такой интересный эффект подсветки изнутри. Такого здорового, красивого лица. Поэтому я бы сказала, что да, неплохой. Кстати, BB крем в полную цену, он стоит 18 евро. И в пол цены я его взяла за 9 евро. Цена флюида я точно не помню. Но я бы сказала, с 50% скидкой, это было где-то вот 6 или 7 евро. Я купила в Евроше их новую помаду Grand Rouge и к ней также карандаш. И так как у них была акция, то мне в подарок дали также такую вот кисточку для нанесения помады. Начнем мы, наверное, с помады. Вот как выглядит сам флютляр, довольно такого золотистого цвета. Приятно его держать в руках, красиво выглядит. Цена у этой помады полная цена 20 евро. 20 евро я бы за нее не отдала. А вот в пол цены с карточкой клиента 10 евро. В принципе, нормальная цена. Она у меня сейчас на губах. Конечно, это летний оттенок. Я взяла очень яркий. Я нанесла его сейчас, чтобы вы увидели, какой эффект это дает помада на губах. У меня в оттенке 41 Corite Insulin. То есть, ну вот она на губах. Что мне нравится, то что они поменяли все-таки их формулировку. И помада очень легко и мягко наносится. Сейчас я вам ее нанесу. Вот. Конечно, камера, наверное, не передает ее правильно. Но я вставлю еще фотографии. Очень мягкая. Действительно, легко наносится, быстро наносится. Она очень пигментированная. И, как они утверждают, то, что она долго держится. Я бы сказала, да, она держится, допустим, дольше, чем, наверное, среднестатическая помада. Вчера я специально устроила ей немножко такой тест. Я и чай пила, и там пирог ела. И она у меня явно продержалась 3 часа. И у меня еще была помада. То есть, часов 5 она может продержаться. Но просто после 3 часов она начинает стираться. Но пигмент, он все-таки въедается в губы. И когда она стирается, она как бы потихоньку уходит. Из минусов могу назвать то, что, если у вас губы не на 100% выглядят красиво, то есть, что у вас какие-то шелушения или какие-то трещинки, то эта помада все подчеркивает. Это ее минус. Перейдем теперь к самому карандашу. Вот как выглядит сам карандаш. У него цена, полная цена 10 евро. И в полцены он стоит 5 евро. Он выкручивается. И я взяла бесцветный. Сознанием того, что... Так что, как бы, по многим помадам он подойдет. Вернее, под любую. И тогда не надо будет подбирать карандаши под любую помаду. В общем-то, оно и так, и не так. Скажем, под те помаду, которые невозможно подобрать, нормальный карандаш неплохо, потому что он делает контур. И так ваша помада не будет растекаться. Или будет хоть какой-то контур. Неплохой себе карандашик. Цветные все-таки я предпочитаю, чем бесцветному. Я их пробовала на руке. Они очень мягкие. Но снова же, ну не знаю, карандаш от Catrice, который выкручивается, он и дешевле, и по качеству он тоже. Не могу сказать насчет того, насколько держится один лучше, чем другой. Но более-менее они похожи. И плюс еще здесь мало выборов цветов. По-моему, их только 6. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok